Подсекаем. Да. Здесь забить. И переходим, игроки по группе переход. Готовились, поехали. Самарские девушки тоже играют в футбол в профессиональный. Крылья Советов Молодежной Лиги России пока занимает первое место. Мария Дурнова в команду позвала тренер Галина Комарова. До этого девушка играла в футбол за родную школу уже с первого класса. Заключив контракт с клубом Крылья Советов, футболистка мечтает не только о золотой медали в молодежке, но и в чемпионате страны. Однако было время, когда о профессиональной карьере Мария Дурнова даже не задумывалась. Я даже не загадывала. У меня не было никаких целей. Мне просто нравилось играть в футбол. Я ходила. До 14 лет я играла за мальчиков. А потом, когда возраст уже не позволял играть, мне нельзя было выступать на соревнованиях за мальчишек, я собиралась бросать футбол. И тут позвонила Галина Васильевна, связалась со мной, сказала, что образовывается команда Крылья Советов. Приходи. Женские Крылья Советов – команда молодая, средний возраст игроков – 18 лет. Образовался спортивный коллектив пару лет назад. Завоевав бронзовые медали в первой лиге, крылышки перепорхнули в молодежную. Здесь тоже удачно стороне волжанок. После первого круга соревнований команда занимает первое место из 13-ти, оставив позади себя такие именитые футбольные бренды, как «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и «ЦСК». И это при том, что все футболистки Самарского клуба изначально занимались этим видом спорта непрофессионально. Страшно было заходить в молодежную лигу. Задачу мы до сих пор ставим – быть в призерах. Тяжело. Сейчас мы подняли эту планку высоко. Тяжело ее будет удержать, но будем пытаться удержать. Самое тяжелое было настраиваться, наверное, на Чертаново, потому что это лучшая школа страны всегда была. И туда мы ехали с опаской. И так как мы забили в первом тайме два мяча, то уже как бы знали, что лидерство не отпустим. И это дало толчок в дальнейшем. Ищет таланта руководитель городской федерации футбола Сергей Марушка. Его можно увидеть и на любительском турнире «Лето с футбольным мячом», где в этом году был сформирован отдельный женский дивизион. И на тренировке женских крылышек. Тем не менее, по мнению специалистов, это направление еще требует глобального развития. В команде Галины Комаровой 21 футболистка, а резерва, к сожалению, нет. В Самаре области отсутствуют полноценные детско-юношеские женские клубы. Вся надежда на футбольную академию крылья советов. Это талантливая команда. Мы надеемся, что на следующий год команда будет играть в суперлиге женской. Есть понимание, есть желание. Теперь осталось нам это все довести до финишной прямой. Несколько человек уже приглашаются в сборную первую. Такая, как Дурнова Мария и Иванова Софья. Четыре девочки приглашаются в молодежную сборную. То есть это очень хорошее поколение, которое нужно сохранить в Самаре для суперлиги. Женские крылья советов нацелены на суперлигу, тем более, что есть потенциал. За первый круг в молодежке команда забила 30 мячей. Пропустила всего 6 в 12 матчах. Одержала 9 побед при двух ничьих и одном поражении. Второй круг соревнований крылышки начнут с домашней игры. В субботу на Металлурге в 16 часов они примут Чертаново. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.